И днем, и ночью они ездят. Ну, ночью-то вроде... Ну, все равно ездят. Вон же, вон же, смотрите, едет. Марсиль Казанков часто встречает большегрузы на дороге, ведущей в селы Клятле и Ключ Труда. С началом строительства федеральной трассы МСМ местные жители стали беспокоиться, что станет с их участком дороги. Они же оттуда ездили раньше, вот по той дороге. Сейчас отсюда ездят. А по той-то откуда? Ну, вот там у них новая дорога, они сами там выложили. Вот эта дорога, по которой буквально каждые пять минут ездят большегрузы. Справа от нас находится деревня Клятле. Через четыре километра поселок Ключ Труда. Жители двух сел обеспокоены, что к завершению строительства трассы МСМ от их сельских дорог останутся одни ямы и колдобины. Постоянно пишем и жалуемся, но бесполезно, так скажем. Дорога у нас пока вот очень проблематична. А сколько лет дорогу не ремонтировали? Ой, лет 30, наверное. Как ее сделали, так ее и не ремонтировали. С 90-го года. Вот эту дорогу никто не ремонтирует. А большегрузы сейчас съездят. И что это будет? Вы же видите, в каком состоянии, особенно вот эта часть. Там же ужасная она уже. Строительство ведется в три этапа по проекту скоростного маршрута Казань-Екатеринбург. Протяженность второго, это обход городов Нижнекамск и Набережные Челны, составляет почти 24 километра. На участке предстоит проложить четырехполосную автодорогу, восемь мостов, два путепровода и одну транспортную развязку. Ожидается, что до завершения строительных работ подрядная организация выполнит и восстановительные. Проектом строительства нового направления трассы М7-Волга в обход городов Нижнекамской набережной Челны из федерального бюджета предусмотрены затраты на восстановление автомобильных дорог общего пользования и улиц, задействованных во время строительства. Так, в рамках строительства второго этапа обхода, работа по восстановлению автомобильных дорог планируется выполнить в июле-августе 2024 года, еще до завершения проекта. Маршрут следования большегрузов согласован с руководством города, поясняет заместитель руководителя исполкома Радик Хазеев. При строительстве дороги М7 на нашей территории, в случае порчи дорог, естественно же, строители вынуждены будут восстанавливать данные участки. Естественно, мы будем делать анализ, производить по акту осмотр при сдаче уже новой трассы, и это, естественно, скажем так, будет выполняться. Поэтому жителям сел Клятле и Ключ Труда не стоит так беспокоиться. После завершения строительства приведут в порядок и их дорогу. Гульнара Мениханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5705100.